Всем привет! Здравствуйте, мои дорогие! Сегодня обещанный рецепт селёдки в сметане. Вернер в этот раз сделал вот в таком большом сосуде, так как это двойная порция. В обычной кастрюльке бы не уместилась. В данном случае двойная порция состоит из 12 филе селёдок, то есть это половинки. Если бы была целая рыба, это получилось бы 6 целых рыбин. Вы знаете, что в магазине можно купить филе селёдки и примерно в одной упаковке 6 штучек, 6 половинок. Они без костей, маринованные, уже готовые. То есть это такая же селёдка, которую мы используем для того, чтобы сделать салат сельдь под шубой. Итак, в этой чашке сейчас 12 штучек филе. Затем к этим филе режутся 2 яблока, желательно таких кисло-сладких, либо сладких. Затем режутся 2 большие луковицы, то есть я сейчас говорю о двойной порции. 2 большие луковицы кольцами. Вот видите, в тарелке кольца. Затем примерно 6 огурцов. 6 огурцов, ну таких средненьких, не маленьких. Огурцы маринованные, то есть солёные. Вы достаете из баночки, режете их тоже там, хотите долечками, хотите там тоже квадратиками, как вам угодно. Затем вы добавляете пару листочков лорберблад, это лавровый лист. Затем вы добавляете зёрнышки перца, то есть не молотый, а вот сами зёрнышки. Ну штук 12. Так, кажется это было всё. И вы заливаете сливками. Это 30% сливки. Ну заливать надо так, чтобы это было всё почти покрыто. Вот как у нас, видите. Иногда 2 баночек сливок не хватает. Ну можно добавить тогда чуть-чуть молока, обычного молока. И всё это нужно поставить в холодильник на 2 дня. Накрыть чем-то, обычно если это у нас в керамической кастрюльке, кастрюлька с крышкой. Это стоит 2 дня в холодильнике, а затем можно кушать. К этой селёдке подаётся картошка варёная, но у меня верно предпочитает жареную. То есть он отваривает картофель, затем режет его мелкими кусочками и поджаривает на сливочном масле. Вы накладываете порцию картошки, хотите жареной, хотите просто вот варёной, как в данном случае. Кладёте селёдку, которую вы вылавливаете из своего сосуда. Добавляете вот эти вот все как бы приправы, лук, огурцы, яблоки и картошку поливаете вот этой вот сметанкой или сливками. Ребята, объедение. Я такого не ела вообще. Первый раз я попробовала это в Германии. Я уже рассказывала в одном из видео, что Аня, моя подруга из Швейцарии, когда приехала ко мне в гости и первый раз покушала это, она сказала, я ем это в Швейцарии, всё по отдельности. То есть швейцарцы тоже как бы не знают этого рецепта. Она была очень удивлена, что селёдку можно кушать ещё и таким способом. Впервые этот рецепт был озвучен на канале Наташи Шубной. Наташа Шубная это блогер из Мексики. Наташа была проездом в Европе и заезжала ко мне в гости. К её приезду, так как она очень любит селёдку, мы приготовили как раз вот такое блюдо. Очень вкусно, советую всем. Итак, давайте повторим. Одна порция, если мы делаем на одну порцию селёдки. Одна порция филе, это примерно шесть половинок. Одна луковица, один яблок, три огурца, один лавровый лист, перец, горошек, штук шесть. Всё это порезать так, как вам нравится, кубиками, кроме лука. Лук режется кольцами. Обязательно. Иначе это будет, ну, немножко слишком много вкуса лука. А так лук даёт вот немного своего вкуса и получается отлично. Заливайте баночки сметаны, вернее сливок, 30% сливок. Если этого недостаточно, добавьте немножко молока. Главное, чтобы вот всё наше содержимое было покрыто полностью. На два дня в холодильник и затем можно кушать. Кушать с картошкой. Итак, желаю вам приятного аппетита. Ням-ням-ням. Мы будем сейчас кушать. Всем пока!